Рассмотрим работу с SMS-рассылками. Плюсы этого инструмента. Высокий процент доставки. SMS-ки не попадают в спам. Также это инструмент мгновенной коммуникации. Отправили рассылку, клиенты сразу же получили ваши сообщения. Нет отложенного эффекта, например, как с электронной почтой, когда клиент может неделю не проверять свой ящик. Минусы SMS-рассылок. Ограничение на длину сообщения и текстовый формат. Это не совсем минус, это можно считать особенностью. В маленьком сообщении проще передать главную мысль вашего обращения, чем в длинном красочном электронном письме. Еще один минус, это безусловно высокая цена по сравнению, например, с электронной почтой. Минимум 1 рубль за каждую SMS. Посмотрим, как пользоваться инструментом SMS-рассылок. Для начала установим приложение для работы с SMS-сервисом SMS4B. Перейдем в настройки CRM, интеграции, приложение для SMS. Установим приложение SMS4B. Мы уже зарегистрировались в сервисе SMS4B. При установке приложения нужно ввести логин и пароль. Рассмотрим кейс автосервиса. С помощью SMS-оповещений автосервис приглашает всех клиентов на сезонную переобувку. Создадим сегмент для рассылки. Это все клиенты, у которых указан телефон. Выберем способ связи с клиентом «Телефон». Открываем пункт «СМС-рассылки» и выбираем шаблон. Выбираем сегмент. Выбираем способ отправки «Один из подключенных SMS-шлюзов». Пишем текст сообщения. Здесь также можно использовать макрос. Обратите внимание, в окошке происходит подсчет символов и количество SMS. Зная среднюю цену отправки вашего сообщения, например, 2,5 рубля, вы можете рассчитать стоимость рассылки по всем получателям. Указываем получателя тестовой отправки. Обязательно проверьте орфографию и грамматику сообщения. Никому не хочется получать SMS с ошибками. Называем рассылку, сохраняем и планируем отправку. Нажимаем «Сохранить». Для отправки рассылки перейдем в пункт «Рассылки» и запустим ее вручную. Отчет о SMS-рассылке доступен в том же окне, что для e-mail. Мы видим, что наша рассылка отправлена для 126 клиентов. Список доступен на вкладке «Получатели». Указываем «Сохранить». Продолжение следует...